Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей и добро пожаловать в Раккун Сити. Именно таким громким подзаголовком ознаменовали фильм по серии видеоигр Resident Evil, который является полной перезагрузкой франшизы и по заверениям создателей обязуется быть как можно ближе к первоисточнику, а также не лепить гору от себятины или лепить но поменьше, дабы не повторять ошибок экранизации обителя зла Пола Андерсона, что предполагается бы в случае действительно такого расклада нехило порадовать фанатов. События фильма развернутся в 98 году и расскажут историю первых двух частей игровой серии, что затронет такие локации как особняк Спенсера, многострадальный город Раккун Сити и полицейский участок в нем. В общем нас должны ожидать море зомби, различные популярные в игровой серии биоорганические оружия, твари и монстры по типу тиранов, ликеров и хантеров, созданных с подачи зловещей корпорации Амбрелла, а также встреча с большинством культовых персонажей, начиная от Леона Кеннеди и Джилл Валентайн, и заканчивая Уильямом Биркиным и Альбертом Вескером. Собственно касаемо последнего, сегодня мы с вами послушаем Тома Хоппера, которого многие знают как Лютера из сериала Академия Амбрелла, и надо же в этот раз он также будет сотрудничать с Амбреллой, но уже в роли зловещего и коварного Альберта Вескера, одного из главных антагонистов серии. Том расскажет о своих впечатлениях от работы над картиной, чего стоит ждать от этого фильма и даже что он умудрился стырить со съемок. Ну и конечно параллельно мы с вами нарисуем небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале, все ссылки в описании. Итак, первым делом у Тома поинтересовались, что он может рассказать о фильме, о своем персонаже, а точнее, что людям нужно знать об этой новой экранизации, по его мнению. Я думаю, фанаты игры будут счастливы, но в то же время я думаю, что они должны понимать, что мы хотим сделать этих персонажей как можно более реальными и приземленными. Так что я думаю, что одна вещь, что я могу сказать о Вескере, это то, что я не хотел, чтобы он был... Мне кажется, что Вескер в игре явно чем-то похож на агента Смита из «Матрицы». Я не понял до конца, как это вышло. И мне хотелось бы, чтобы он был более объемным и... Чтобы он, знаешь, имел высокие моральные принципы, чтобы это было не так просто, как в игре. Но я также думаю, что это часть происхождения Вескера. То есть это то, кем он, возможно, был до того, как он превратился в того, кого мы видим во многих играх. Но я думаю, с художественной точки зрения игры очень сильно повлияли на фильм. Соблюдена эта эстетика, которая... Когда мы снимали, я тогда подумал, боже, чувак, да это же как в игре. Так что я надеюсь, что фанаты игры найдут там то, что согреет им душу. Поймут, что это как в игре. Плюс большее... большее придание глубины персонажам. По поводу персонажей, а если конкретно об актерах, которые исполняют главные роли в новой экранизации, по сети ходит различное множество споров. В частности того, насколько внешне правильно были подобраны актеры на роли некоторых персонажей из игры. Так, больше всего возмущений было направлено в сторону актера, который сыграет Леона Кеннеди, Эвана Джогию, и Джилл Валентайн, которую сыграет Хана Джон Кейман. То есть, по их мнению, и в целом я даже, наверное, с ними соглашусь, внешне они очень далеки от персонажей в игре. Но, тем не менее, я надеюсь, что они вытащат актерским мастерством. Что касаемо остальных актеров, в принципе, они даже попали в точку. Том в очках и с правильной прической вылитый в эскер, Кая Сканделария вполне себе Клэр, а Робби Амел очень даже Крис Рэдфилд. Ну, хотя в этом вопросе похожести, также немаловажно и то, как со своей работой справятся гримеры. Далее у Тома спросили, как он проходил подготовку к своей роли. То есть, очевидно, что ему нужно было ознакомиться с первоисточником, то есть, поиграть в игру. То есть, его спросили, как это было, и не говорил ли он жене что-то типа, «Мне тут по работе в игры поиграть надо». Что было-то было, да, я прошёлся по ним. Всё потому, что Йоханнес, режиссёр проекта, сказал мне, «Единственное, что я хочу, чтобы ты сделал, это...» Включил игру и, знаешь, начал играть в неё. Я подумал, да, это лучшая подготовка к роли, которую я проходил. Для фильма, да, это же круто, просто пойти поиграть в игру. Так что... Я достал старенькую PlayStation, надыбал игру и начал играть в неё. И... Знаешь что, я... Хоть раз, но... Наложил штаны. Это было триндец, как страшно. Но я думаю, что игра — это нечто большее, чем просто фильм. Ты рулишь процессом, думаешь, стоит ли мне идти за этот угол, что за этим углом, что за этим, что там. И ты должен, как бы, сам принять решение. И, эээ... В игре это, как бы, более... Захватывающе, я полагаю. Думаю, мы пытались повторить это в фильме, понимаешь, мы старались... Дать зрителям ощущение того, что они, как будто, находятся внутри этого ужаса. Вовлечены в него. Да, серия игр Resident Evil действительно культовая в плане хоррора. И даже старые, оригинальные части, которые вышли под конец 90-х, могут напугать. К слову, об оригинальных играх. Судя по словам Тома, раз он играл на старенькой PlayStation, значит, он играл в самые первые части 96, 8 и 9 годов. А не в их свежие, усовершенствованные, переделанные ремейки. Дело в том, что ранее на слитых фото и видеоматериалах со съемок, фанаты подметили, что очень многое там напоминает именно ремейк-версию игры. Но, тем не менее, как мы можем заметить, раз режиссер дает наставление играть именно в классику, значит, они действительно в какой-то мере стараются придерживаться именно ее. И вот как раз таки далее, Том, отвечая на вопрос о несвязанности этого фильма с теми картинами, которые выпускал Пол Андерсон, рассказал, насколько эта версия экранизации более ностальгическая и придерживающаяся духу оригинала. Да, но, как вы и сказали, никакой связи с прошлыми фильмами серии тут абсолютно нет. Так что мы буквально возвращаемся к тому, что больше знакомо вам по играм. И, как вы и сказали, действие происходит в 98 году, что успешно было воспроизведено на съемочной площадке, так что это вызовет много ностальгии по 90-м. Мы использовали многие вещи, что ходили тогда в обиходе, когда там все делали, подбирали костюмы, мы такие, о боже, это же чертовски похоже на 90-е. Те, в которых я, между прочим, вырос. Так что я вспомнил многое из того, что было тогда. И на многих площадках присутствовали ностальгические моменты из 90-х, так что... Я думаю, что это еще один фактор, который подводит нас к игре, потому что оригинальная игра, она именно так и ощущается. Как известно, в оригинальном Resident Evil фирменной фишкой была фиксированная камера. Именно она в некоторых моментах нагнетала напряжение, не давала посмотреть за угол и заставляла бояться зомби, которые находились в небольших замкнутых помещениях. Режиссер экранизации, Йоханнес Робертс, как-то сказал, что они действительно планировали добавить в фильм фрагменты с фиксированной камерой. По аналогии с первой игрой в серии, когда персонажи находятся в особняке Спенсера. У Тома спросили, что он думает по этому поводу. Именно так, да-да, в общем, многого подобного рода вещей, да. Ну, я думаю, что особняк Спенсера, он, кажется, будто вылез из игры местами, понимаешь? Это довольно... Когда мы вошли, ощущение было, будто это что-то вроде VR, как будто попали в виртуальную реальность. Так это ощущалось, понимаешь? То есть, будто играем в игру. Особенно, когда нас снарядили оружием и прочим, это было очень, очень круто. Серия игр Resident Evil не стесняется быть жестокой. Поэтому там присутствует обилие различной расчлененки, до боли красочных кровавых смертей и море отвратительных мутаций. У Тома спросили, а касается ли это фильма? Будет ли он просто жестоким или супер жестоким? Уууу, я думаю, местами он прям супер жестокий. Время от времени, да. Следующим Тома спросили о том, что ему больше всего запомнилось со съемок. А также удалось ли ему, так сказать, кое-что позаимствовать со съемочной площадки? Я кое-что позаимствовал. Я взял свой полицейский значок в эскера. И еще полицейскую рубашку. Полицейского участка Раккун-Сити. Рубашку и значок. Круто это было ставить. Эмм... И, значит, первое из моих любимых воспоминаний, я думаю... Думаю, возможность пострелять по зомби, это очень запомнилось. И еще... Я бы сказал, момент, когда мы впервые вошли в особняк Спенсера. Когда мы посмотрели друг на друга и такие, о черт, да это же офигенно. Эмм... В общем, я думаю, эти моменты действительно отложились у меня в памяти. Ну и напоследок, его попросили рассказать, какая у него была реакция, когда он впервые прочитал сценарий. Что его там удивило и показалось интересным. Ну, конечно, в рамках того, что он вообще может рассказать об этом фанатам. Эм... Ну, не так уж и много, но я могу сказать, что я был... Я думаю, что многие аспекты из игры я всегда... Ну, учитывая предыдущие фильмы... Я думал о том, насколько он будет отличаться от них. И единственное, что тогда сказала съемочная команда, что это возвращение к эстокам, то есть совершенно новая перезагрузка, и что он должен попытаться и, надеюсь, порадовать фанатов игры. Поэтому, когда я начал читать, он реально был похож на сценарий из игры, знаешь, одной из частей игровой серии. Он был более захватывающим и казался... Более жестким, понимаешь? Мне казалось, что Ракун Сити был... Мрачным местом для жизни, и я... Я сразу почувствовал, что этот мир был прям отчасти связан с чем-то, то есть похож на города, которые я уже видел в Америке. Это то, что меня взволновало и показалось очень узнаваемым. И даже несмотря на то, какое влияние оказала игра, это место казалось очень приятным для жизни. В общем, судя по всему, фильм действительно прям нацелен на фанатов серии. И, безусловно, должен порадовать прям-таки невероятным количеством фансервиса. Так как, судя по всему, со слов Тома, да и в принципе со слитых материалов со съемок, можно сказать, что визуальной составляющей картины уделили действительно много внимания. И теперь дело осталось за тем, чтобы и сюжет также не подкачал. И пускай хоть с небольшими изменениями и дополнениями, что, скажем, расширят основной сюжет и помогут посмотреть на историю под другим углом, в целом, чтобы история придерживалась канона. Тогда при таком истечении обстоятельств, думаю, это будет один из немногочисленных случаев за довольно долгое время, когда фанатам и поклонникам серии, ну, почти все понравится. Что касается даты выхода картины, то изначально она была назначена на 3 сентября 2021 года. Но в наше время доверять первоначальным датам шибко не стоит. Собственно, поэтому дату выхода уже передвинули на 24 ноября 2021 года. И если это будет единственный перенос, то это уже очень хорошо. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в инстаграм. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал вы можете, став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok